Всем привет! Сегодня у нас на календаре 3 июня, хотя потому как я одета и не скажешь, но тем не менее у нас лето и я еду на книжную ярмарку на Красную площадь. Поехали со мной! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прислуга появилась, ее сто лет не переиздавали Вот здесь я знаю эти штуки, я на них в инстаграме подписана Да? Да Классно спрятала Зачем мне позориться? Ну что, вот мы приехали на книжную ярмарку Нас уже обдало градом и дождем Я уже купила себе значок на Ахматовой И мы продолжаем осмотреть полочки с книжками Но пока ничего мне не приглянулось Моим подружкам тоже В общем, двоих мы уже потеряли Пойдем дальше искать и развлекаться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 50 оттенков серого В мягкой обложке Огонь в покетбуке Какие же вот у нее красивые книги, конечно, с Сарой Джейл Ну прям вот, ну, очень красиво Но... Но неинтересно это? Но... Ну а как же, почему неинтересно? Вот Донцова Ты про нее спрашиваешь А, да-да-да У тебя какой? Вот этот? У меня вот этот, да Я не знаю, хотела ее посмотреть, кстати Давай Вот этой фишки у меня нет Блин, тут тоже мопсы Американские боги теперь в сериальной обложке Да, я видела, кстати Вы, наверное, переработали Я не начала так смотреть? Нет, еще Скажу Где вы уже скуриете А-а-а! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» мое такое мнение и понять, хочу я дальше читать его или нет. И эту книжку я купила за 350 рублей, то есть вот она на лабиринте со скидкой стоит 450, если не больше, в общем. Как-то так. Ну и также я не смогла пройти мимо значков. Да, вот такое вот странное приобретение, но тем не менее мне очень-очень хотелось себе значок. Просто я уже пошла, увидела, я очень долго думала, с кем бы мне его себе купить. Если честно, я хотела сначала с Бродским, потом я передумала, в итоге я поняла, что хочу купить с Анной Ахматовой, потому что, ну, собственно говоря, с нее началась моя любовь к поэзии, она очень сильно на меня повлияла, это такая для меня знаковая фигура в моей жизни, и она знаковая в литературе. В общем, теперь у меня есть вот такой вот значок, он мне безумно нравится. И сзади тут есть даже цитатка. Сейчас вам покажу. «Измену простить можно, а обиду нельзя». В общем, собственно говоря, вот такими вот были мои книжные и не совсем приобретения с ярмарки. Если вы читали Хёга, читали Абдайк, расскажите, понравилось вам или нет. Ну, а я буду заканчивать уже этот влог. Я соберусь поехать на ярмарку еще в понедельник, там будет презентация второй части Фабер от издательства Робинс. Если я не заболею, потому что, если честно, у меня дико разболелось горло, когда я приехала, потому что было очень холодно, очень много всякого снега, дождя, града и так далее. В июне-то, конечно, снег. Почему бы и нет? В общем, если я не заболею, то я продолжу сейчас этот влог. Если нет, то это будет конец. И, собственно говоря, это все, что я хотела вам рассказать, наверное. Так что пишите в комментариях, читали вы эти книги или нет, ходили ли вы на ярмарку. Всех целую. Пока!